Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня у нас еженедельная глава Торы под названием Ваера. И переводится «И открылся ему Бог». И мы говорим про нашего праотца Авраама. И мы знаем, что было 10 испытаний. И мы видим в Торе 7 испытаний было в одной главе. А 3 испытания в нашей главе, которые мы начинаем изучать сегодня, задают мудрецы вопрос. Для чего так сделали, чтобы разделить эти испытания? И сами же мудрецы объясняют, чтобы выделить, что это были испытания разного уровня. Что же все-таки произошло? На чем же закончились испытания в главе Лех-Леха? И мы знаем, что Всевышний заключил завет с Авраамом. Авраам сделал обрезание. И объясняют нам наши мудрецы, что же произошло на самом деле для Авраама. А это значит, что Авраам стал действительно совершенно другим человеком. Он вышел на совершенно другой духовный уровень. И вот эти три вида испытаний, это уже была совершенно другая работа, чем то, что с ним происходило до обрезания. И объясняют наши мудрецы, что у него открылся особенный уровень пророчества. И особенный уровень открылся мудрости, как влиять на людей, как служить Всевышнему. Вот теперь с вот этой новой силой. Когда он получил благословение, что я благословлю тебя и благословятся в тебе все народы. И Авраам получил силу и возможность распространять вот это духовные силы, служить Всевышнему, служить людям. И немножко объясняет нам вот Любавич Искеребе скрытый смысл идеи движения Авраама и Лота. Мы знаем, что написано, что и вышел из Урказима Авраам вместе с Лотом. И впоследствии тоже мы знаем, к чему все это привело, что они шли вместе по дороге. Лот вместе с Авраамом разбогател. Лот стал духовным человеком, потому что он учился у Авраама. Но когда Лот разбогател, то ему показалось, что маловато ему, тесно ему вместе со своим дядей. И однажды Авраам увидел, как пастухи Лота и пастухи Авраама дерутся за траву для своего скота. Они могут поделить дивиденды какие-то. И тогда он поговорил со своим племянником. И племянник с удовольствием принял решение оставить своего дядю. И выбрал себе другое место, куда идти. И перед тем, как мы разберемся немножко, что там глубже происходило, мы поговорим о скрытом смысле, о скрытом комментарии, который дает Любавич Искеребе на вот это выражение, что Авраам вышел вместе с Лотом. То Любавич Искеребе так объясняет. Авраам это душа человека. А Лот это дурное начало в душе человека. Что когда душа человека приходит в этот мир, и когда входит она в тело, в нем сразу раскрываются вот эти вот дурные наклонности, дурное начало. И получается у каждого человека есть вот это вот противодействие внутри себя. И они так шли вместе, они шли вместе, вот какое-то время. И это говорит о том, что внутри человека есть все время вот эта вот борьба внутренняя, какие-то негативные желания, какие-то негативные страсти, какие-то негативные наклонности. Есть всегда давление. Но человек должен победить эти духовные явления. И даже есть этапы, которые раскрывают нам немножко, как это все происходит. Сказано, что и Лот, пришло время, и Лот отделился от Авраама. А это что значит? Что все-таки чистая сторона нашей души, все-таки силой воли с помощью Всевышнего принимает решение жить по заповедям, жить так, как учит Всевышний, а не так, как живет окружающий мир, ну, нарушая заповеди Бога. И тогда этому нечистому началу ему нечего делать, его никто не подпитывает. И сказано, что и отделился Лот от Авраама. Но это только первый уровень того, что на самом деле происходит. Потому что следующий уровень, он более уже важный, более глубокий. Потому что написано, что когда Лота завоевали, сказано, что Авраам отвоевал Лота. И Любович Искеребе объясняет, что такое отвоевал, что наша задача не оторваться от всего материального, от всего, что нас окружает, и стать таким святым, как монахом, да? Вот, чтобы отделиться от всех и жить какой-то святой жизнью, но в отделении от всех. А задача человека, и Авраам показал это, состоит в том, чтобы изменять этот материальный мир, чтобы улучшать этот материальный мир, чтобы помочь негативным людям измениться, и долопоклонникам измениться. Вот, и поэтому сказано, что Авраам отвоевал Лота. То есть он нашел полный баланс в своей душе, как духовно, так и материально, и всеми своими духовными силами, и всеми своими материальными и физическими возможностями. Все, что он жив, это называлось служение Всевышнему. У него не было разделения, сегодня он молится, завтра он деньги зарабатывает, сегодня он Тору изучает, а завтра он, ну, работает, овец спасет. Все вместе, у него была полная гармония, и мы видим, что он достиг это благодаря вот тому пути, благодаря тем десяти испытаниям разного уровня, которые Всевышний ему дал. И это учит нас очень такому позитивному явлению, что когда мы живем, и какие-то трудности приходят, то они приходят только для того, чтобы мы это преодолели, чтобы мы внутренне изменились, где-то очистились, где-то стали более сильными, где-то укрепили свою волю, для того, чтобы больше сделать потом пользы и принести Всевышнему, изменяя окружающий нас мир. Вот, теперь немножко я хочу, чтобы мы вернулись вот к еще одному уровню служения Авраама. В прошлом уроке мы обсудили там три уровня, но мы тут видим сегодня, в нашей главе открывается еще один четвертый уровень. Оказывается, Авраам мог влиять на людей своими заслугами. Вот, и у нас есть интересная картинка, когда Авраам сидит, ну, у своего шатра, и к нему пришли три путника, и, как оказалось, это Всевышний с ангелами. Вот, и что там происходило? Когда они уже уходили, когда они поели якобы, и когда они уходили, то они открыли ему тайну, было сказано, что, ну, мы идем уничтожить с дом Игамору, потому что вопль оттуда вознесся, вот, и, ну, мы знаем, о чем там идет речь, потому что нам комментаторы объясняют, там были ужасные условия, вот, это была очень богатая территория, там были очень богатые земли, но там были очень ужасные законы, там не было никакой справедливости в понимании Всевышнего, вот, потому что там запрещали заниматься благотворительностью. Вот, и Медраж говорит, что дочка Лота однажды покормила одного бедного человека, и за это ее казнили, потому что люди того места боялись, чтобы кто-то приходил со стороны, и пользовались ихними ресурсами, потому что там была очень богатая территория, говорят, люди копали в огороде картошку, и могли находить слитки золота и бриллианты, вот, и поэтому такие были жестокие законы в этой стране, и вопль дошел до Всевышнего, и ангелы говорят, мы идем уничтожить эту страну, но мы видим, что Авраам стал торговаться, вот, и он говорит, если там есть 50 праведников, а если 45, а если 30, а если посмотрите, ну, какое милосердие, доброта у человека, там его родственник, там убили его родственницу, и все равно он молится, чтобы Всевышний не уничтожал всех, он говорит, если там есть праведники, значит, у этого страны еще не все потеряно, эти люди смогут там что-то изменить, эти люди там смогут повлиять, но, как мы видим, праведников там не оказалось, но в заслугу Авраама, Лот таки был спасен со своими дочками, мы не будем сегодня вспоминать всю эту историю, но мы видим, что это произошло в заслугу Авраама, потому что там таки сказано, что вспомнил Всевышний Авраама и спас Лота, там не сказано, что Всевышний спас Лота, потому что вспомнил Лота, а мы видим, что именно в заслугу Авраама, и надо понять, как это работает вообще, потому что, вот, есть одна история, она больше проясняет, вот, как это работает, Однажды шли два еврея, и за ними шли два праведника. И они говорят, давай посмотрим за этими двумя евреями, вот интересно, что-то интересное. Один второму говорит, чувствую, что что-то интересное должно с ними произойти. И эти евреи идут, у каждого есть своя сумочка, и вдруг навстречу им идет нищий. И они слушают, и нищий просит у них покушать. И один из этих евреев говорит, я дам тебе покушать. А второй его отдергивает, говорит, смотри, у нас дальняя дорога, и нам надо самим будет кушать. И ничего ему не давал. Он говорит, нет, я хочу ему дать, и все. Я хочу ему дать, и отдает ему, я дал ему почти все продукты, оставил там себе какой-то маленький бутерброд. А этот второй говорит, смотри, ты ему даешь в надежде, что я с тобой поделюсь. Но я тебя предупреждаю, идти далеко, я слабенький, и мне надо кушать, я с тобой делиться не буду. Этот второй говорит, хорошо, ничего страшного, я отдам, я вытерплю. Вот, ну так они дальше пошли, и прошли какое-то время, вот этот второй, который голодный, он же устал. Вот, и он остановился, присел под дерево, второй не стал его ждать, пошел своим путем. Вот, и про него больше ничего не сказано. Но вот этот, который, он уснул, и эти два праведника смотрят, и вылазит большая змея, гадюка, и она начала подползать к этому еврею. И вдруг тут выбежала мангуста, и она эту гадюку укусила, и еврей остался жив. И потом он проснулся, съел свой бутербродик, и пошел себе дальше путем. И эти два праведника говорят, смотри, ну как интересно все получается. Ему вообще предопределена была смерть. И поэтому Всевышний послал ему бедняка, для того, чтобы он мог выполнить заповедь сдаки, ну, дать питание этому нуждающему человеку, и таким образом он спас себя от предопределенной смерти. И это очень интересное явление. Интересно, что тут не говорится с какой-то критической стороны о втором человеке. Ну, я как бы сразу, когда читал эту историю, я сразу так плохо подумал о втором человеке. Но здесь объяснение совершенно другое. Нам не надо никого критиковать, нам надо увидеть самую главную идею, что очень часто Всевышний, он хочет, чтобы что-то в нашей жизни произошло хорошее, где-то нас обезопасить, где-то что-то сделать для нас хорошее. И он посылает нам человека, которому мы должны помочь, чтобы в заслугу этого поведения нашего и действия Всевышний мог дать нам что-то хорошее или где-то защитить нас от чего-то негативного. Но мы часто закрываем на это глаза, не дай Бог. Поэтому это очень важный момент. И объясняют нам наши мудрецы, что вот точно такая же идея с Лотом. Потому что на самом деле он не был никаким праведным человеком. Он уже был полностью как садомитянин. Там какие-то у него остались добрые нотки в его характере, которые он унаследовал от своего дяди Авраама, когда он учился вместе с ним, когда он жил вместе с ним. Давайте немножко посмотрим, как произошло, что Лот все-таки отошел от Авраама. Вот то, как мы говорили, начался спор. Авраам подходит и говорит, ну раз так, давай разойдемся. Смотри, если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, то я пойду направо. То есть что мы здесь видим? И сказано, что Лот посмотрел на земли с дома Игаморы. И увидел, что эта земля как сад Всевышнего, как Эдемский сад. То есть то, как мы уже сказали, изобилие сплошное. Там всего вдоволь. Там реки, ручьи хорошие, деревья плодоносные. Все очень хорошо. Посмотрел в другую сторону, там пусто. И Лот говорит, хорошо, дядя, я пойду вот туда вот, там, где вот это вот все шикарное местоположение. Авраам говорит, хорошо, раз ты пойдешь туда, значит, я пойду в другую сторону. А теперь надо посмотреть, что же все-таки произошло потом. Потому что говорят наши мудрецы, что и не знал он, что люди на той земле были злые. И о чем здесь говорится? Что не знал он то, что грешникам изобилие во вред. И не подозревал он, что чаша гнева Всевышнего, она уже переполнена. И вот-вот туда, куда он идет поселиться, там скоро начнутся огромные проблемы. И объясняют нам наши мудрецы, как он туда поселился, так как он не мог поселиться туда сразу, потому что там не принимали пришельцев. То написано, он поставил свою палатку где-то в отдалении, потом ближе, потом ближе, потом ближе. И потом заслужил доверие, и его все-таки взяли жить в дом и гаморру. О чем здесь идет речь? Объясняют нам наши мудрецы, что здесь есть скрытый смысл в того, как он потихонечку туда переселялся. И показывают нам такое явление. Вот живет человек святой жизнью, ну например, в семье верующих родителей. Потом плохая компания. И предлагают ему один плохой поступок. Человек наступил на свою совесть. Другое что-то, наступил свою совесть. Третий какой-то поступок. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку он приближается к вздоме и гаморе, со всеми вытекающими оттуда последствиями. И потом что произошло? Написано, что началась война в тех местах. И это говорит о том, что мы никогда не знаем, что с нами будет завтра. И началась там война, и что сказано? Что пришли все туда с войной, эти цари начали воевать, и взяли Лота, и все имущество его взяли, и забрали всех в плен. Вот такая вот концовка была у Лота. И если бы не его дядя Аврам, святой человек, то вообще мы дальше о нем ничего не знали. Но мы знаем, что Аврам милосердный, и потом пошел и отвоевал Лота. И мы можем увидеть, ну, а что же произошло все-таки с Аврамом? Как только Лот от него отделился. Потому что Аврам сказал, мне все равно куда идти, если ты пойдешь в одну сторону, я пойду в другую. Что имел в виду этот святой человек? Он имел в виду, что он доверяет Всевышнему полностью. Он полностью доверяет Всевышнему. И когда он все это сказал и принял решение, только Лот от него отошел. Всевышний говорит, подними глаза твои, потомству твоему отдам я эту землю. И что такое подними глаза твои? Как мы говорили, у Аврама открылся абсолютно новый уровень видения, пророческий уровень. И он увидел будущее, он увидел все, что с ним будет происходить. Он увидел своих потомков. И он поблагодарил Всевышнему. Немножко вот за вот этот вот пророческий как бы уровень. Вот просто даже для обывательского человека. Вот мы говорили, что хава в Эдемском саду, она увидела плоды дерева, она додумала, потом она возжелала. Вот как работает вот этот человеческий механизм под названием мозг, когда мы принимаем решение. Мы немножко глубже поймем идею Авраама. Потому что есть у человека же такое понимание, как сознание. Возможно психологи больше об этом знают. Но я буквально в двух словах думаю, что каждому человеку это будет понятно. Есть сознание, есть у человека подсознание. И как это работает? Сознание это когда человек то, что он понимает, он в состоянии обдумать, принять какое-то решение. Есть подсознание, то что сегодня называют 25 кадр. Это не всегда человек это осознает. Где-то он что-то глянул, где-то какой-то обрывок информации. Где-то что-то из прошлого, где-то еще кто-то как-то на него повлиял. И оно находится где-то в подсознании. Но в нужную минуту оно раз и оно выскакивает в сознание. И на человека его же собственный разум оказывает определенное влияние. Поэтому всегда учат нас наши мудрецы. Обращайте внимание на что вы смотрите. Какую информацию вы воспринимаете. Особенно сегодня телевизор. Вот это все влияние. Вот это все, что нам пытаются навязать. Оно все равно где-то укладывается. Особенно когда молодые люди, когда они еще не разбираются вот четко в таком механизме. Они смотрят все, оно туда все входит. И в ненужные моменты оно оказывает негативное влияние на разум человека. Но есть еще такое понимание как надсознание. И именно вот этот уровень, он открывается у человека, когда человек начинает делать правильные вещи. Делать правильные вещи. Говорят наши мудрецы, что пять средств есть, чтобы вот этот уровень начать развивать. И пять средств такие. Это Тора. Изучение Торы. А Тора это откровение Всевышнего. Человек напрямую подключается. Это молитва. А молитва это диалог с Всевышним. Человек подключается. Это добрые дела. Это то, что называется тшува или раскаяние с исправлением. Кто как называет. И это мучение. Оказывается есть уровень, который нам всем не нравится. Это мучение. Это мучение. Почему это мучение? В прошлый раз мы об этом говорили. Когда Всевышний сказал Аврааму выйди из земли. Вот это слово эрец, слово рацион, это желание. И когда у человека есть негативные желания, он никак не может от этого отказаться. То посылают ему мучения. И когда он отказывает от своих желаний, у него открывается вот этот уровень связи с Всевышним. И что такое надсознание? Это когда приходит в голову человека не из какого-то источника, который негативный. А когда приходит свыше, с небес, от взаимоотношения с Богом, от изучения Торы, от размышления с Всевышним. И говорят, что у Авраама открылся после обрезания именно вот этот вот канал связи. И Авраам стал совершенно другим человеком. Он стал совершенно иначе видеть. Стал совершенно иначе понимать. И он показал нам так же самопример. Так же самопример. То есть, чтобы еще глубже понять этот момент, я хочу привести к комментарии Любовического Рэбе. Вот он рассказывает про разницу отношения Авраама к Ишмаэлю и Кицхаку. Мы знаем, что родился Ишмаэль в начале, и Авраам любил Ишмаэля. И когда произошло обрезание, Ишмаэль был обрезан в 13 лет. А потом, когда родился Ицхак, он был обрезан на 8 день. И мудрецы объясняют нам здесь разницу. В чем разница? Обрезание в 13 лет. Это символизирует разум. Когда человек уже самостоятельно принял решение. И он знает, что обрезание это завет с Богом. И он готов его самостоятельно сделать. Это все понятно, это хорошо, и это все разумно. И Всевышний сказал Аврааму, что когда Авраам должен был отправить Ишмаэля вместе со своей мамой. То он начал переживать, говорит Аврааму, хочу, чтобы Ишмаэль был жив перед тобой. И Всевышний говорит, хорошо не переживай, ты будешь иметь радость от Ишмаэля. Он будет богат, я дам ему хорошие земли, 12 князей от него произойдут. Ты будешь иметь от этого радость. Но он говорит, ну а ты как, а ты будешь иметь еще больше радости. Почему? Потому что это уровень не разума, это уровень веры, а еще правильнее сказать доверия Всевышнего. И мы видим, что именно вот этот уровень доверия Всевышнего. Иногда говорят вера, но вера она меньше описывает состояние доверия Всевышнему. Вот что сказано, Авраам доверял Богу, и это вменилось ему в праведность. И открылся у Авраама вот этот уровень доверия. И мудрецы объясняют, что этот уровень гораздо больше принесет тебе радости. Почему? Потому что духовное и материальное должно соединиться вместе. Потому что когда все разумно, все хорошо, все посчитано, все разумно, это хорошо. Но уровень доверия, он гораздо выше. И это не значит, что надо одно вместо другого, а это значит, что надо одно вместе с другим. Это именно и есть гармония. Когда человек берет от Всевышнего все духовное, все духовное понимание, и приносит это в материальный мир, в воспитание детей, в бизнес, в то, как он тратит деньги, в то, как он живет, в то, на кого он влияет, и на все остальное. Вот. И хочу закончить, что вот этот уровень, когда человек строит взаимоотношения с Богом, когда он влияет на других, это очень-очень важный момент, очень важный урок для всех нас. Вот. И как я говорю, вот мы сейчас были на семинаре, один молодой парень, ему 20 лет. Я стал задавать ему вопросы. Я говорю, как у тебя дела? Я его давно не видел. Он говорит, да все хорошо. Вот приехал на семинар, ну, начал мне рассказывать там, куда он хочет, там, в армию пойти, еще куда-то. Вот. И я ему, ну, в разговоре, он же приехал учиться, учить Тору, учить там заповеди, проходить там всякие тренинги. И я говорю, ну, вот как ты себе видишь, какое твое желание? И он мне сказал такие слова, я хочу стать в пять раз лучше себя. В пять раз лучше себя. Не лучше кого-то, а лучше себя. Я думаю, что вот это вот очень важный момент, потому что на самом деле это очень правильное решение. Каждый раз человек должен совершенствоваться, должен доверять Богу, должен делать правильные вещи, то, что нас учит Тора. Помогать другим, давать вздоку, проявлять милосердие, когда надо проявлять строгость. Но человек должен влиять вокруг себя. А для этого он должен постоянно улучшать свое духовное состояние. Вот. И мы видим на примере Авраама, как раз вот то, что он делал. Вот. И сегодня люди, которые учат Тору, которые берут с него пример, как с отца множество народа. А так и сказано, что дети идут дорогой отцов. А так как Авраам стал отцом множества народа, то он дал духовную силу подражать вот его жизни, подражать его влиянию. И он дал нам силу проходить всевозможные испытания и улучшать этот мир с Божьей помощью. И сегодня мы поговорим на тему Авраам, отец множества народов. Так как Авраам является особенным персонажем, потому что он стал не только первым евреем, но также он стал отцом множества народов. И это, можно сказать, первый человек, который начал распространять монотеизм. И Всевышний так ему и сказал, что многих ты научишь ходить путями Всевышнего. Вот. Что мы знаем об этом человеке? Что Авраам родился в семье идолопоклонника Тераха. То есть он не родился в семье, в которой говорили о Боге, знали Всевышнего. И объясняют нам наши мудрецы, что Авраам вообще первый человек на земле, который дошел, вступил во взаимоотношения с Всевышним сам своим разумом. Он искал Всевышнего, ему не нравилось идолопоклонство. Он сомневался в правильности идеологии той, которую он видел в своем доме, которую он видел в своей земле, в которой он жил. Он много размышлял. И он пришел к выводу, что у этого мира есть хозяин, который все создал, все сотворил. И он же всем этим управляет. И в прошлой главе мы говорили, как Авраам вступил в завет Всевышним. И как он услышал именно вот это призвание Всевышнего, лех-леха, выйди из своей страны, выйди из своего родства, выйди из дома отца. И также мы говорили, что это за выражение такое, лех-леха, иди себе. И объясняют нам наши мудрецы, что он родился в семье идолопоклонника Тераха, но очистился. И что впоследствии он и Сара, они многих очистили идолопоклонство. Потому что Авраам занимался мужчинами, Сара занималась женщинами. И многие-многие люди, они уверовали в единого Бога и стали на путь заповедей. И для того, чтобы Авраам мог стать таким влиятельным человеком, то есть вот это выражение, лех-леха, иди себе, иди, стань тем, кем тебе предопределено от начала. И объясняют нам наши мудрецы, и в частности вот Любавический Рэбе, он говорит, лех-леха, это как бы повеление, это про душу человека. Душа человека пришла сюда, в этот мир, в материальное тело, с высокого источника, оттуда, от Всевышнего. Вот, и когда она вошла в тело, и пришла сюда она для особенного предназначения. Объясняют нам наши мудрецы, что три вещи, это известно заранее, еще до рождения человека, за 40 дней, как душа рождается в очреве матери, уже известно. Ну, какая будет пара, это какая будет у него жена, в какой земле он будет жить, и какую миссию он будет делать на земле. Поэтому вот это вот выражение, иди себе, это было сказано, иди, стань тем, кем тебе определено стать. И мы понимаем, что когда душа попадает в тело, и все вот эти трудности здесь есть на земле, есть какие-то соблазны, есть трудности. И Аврааму было дано 10 испытаний, именно для того, чтобы он стал тем, кем ему суждено было стать, чтобы мог он оказать то влияние, которое Всевышний от него ожидал изначально. То, для чего душа Авраама пришла в этот мир. Вот, поэтому мы здесь видим большой урок, что когда приходят какие-то трудности, когда нам приходится идти против течения. Вот, это не значит, что это плохо. Это значит наоборот, что вот именно вот в этой трудности мы раскрываем что-то божественное внутри своей души, мы укрепляемся. И таким образом мы можем сделать какое-то, оказать какое-то влияние вокруг себя. И давайте немножко мы посмотрим, как Авраам, вот как он влиял на людей. Вот, именно вот эта идея шатра Авраама, что он сделал шатер. Вот, там было 4 входа со всех сторон, он встречал и принимал там людей. Сказано, что он посадил там рощу, он там выращивал скот. Вот, и говорят наши мудрецы, что вот даже если разобраться, вот моменты влияния, это как бы у Авраама было три этапа влияния на людей. И они выражаются в словах. Вот, когда путники приходили к шатру Авраама, он говорил, во-первых, он говорил, сядьте в тень. Потом он говорил, омойте ноги. И потом он говорил, кушайте хлеб и пищу. Эти три выражения, они имеют некоторые скрытые моменты, о которых мы сегодня поговорим. Объясняют нам наши мудрецы, что где бы ни жил Авраам, он везде сажал дерево. И что это было за дерево? Оно было немножко необыкновенным, оно было немножко чудесным. Так рассказывают нам наши медреши. И это дерево немножко связано с деревом, ну, когда был грех Адама. Вот, дерево познания добра и зла. Вот, и Авраам начал исправление мира с другого дерева, да, с дерева жизни. Вот, и вот именно это дерево жизни, оно открывает путь восстановления отношений с Всевышним. Из чего же все-таки это начиналось? Объясняют мудрецы. Он садил дерево. И потом, кого бы ни приходил в его дом, он садил под это дерево. Это такая была проверка. И объясняется так, что если дерево давало свою тень, значит, этот человек был нормальный. Но если ветки раздвигались, и дерево не хотело покрывать этого человека, значит, человек был идолопоклонник, он был неочищенный. И это был знак Аврааму, что надо предложить ему воду. Вот, и сказано так, что все, кто бы к нему не приходил, он сразу садил под это дерево. Он сразу понимал, что с этим человеком происходит. И потом он приносил воду и говорил, а теперь, пожалуйста, возьмите и омойте ноги свои. Вот. И здесь тоже есть немножко, ну, секрет вот этой вот воды. Секрет вот этой вот воды. Потому что идолопоклонники тех мест, которые там жили, они поклонялись праху пустыни. Вот. И когда они приходили в дом к Аврааму, Авраам давал им воду, чтобы они смыли этот песок со своих ног. И наши мудрецы объясняют, что во всем этом есть разные уровни торы. Что есть те уровни торы, когда человек должен очиститься. Когда он должен понять самый простейший и первый момент. Надо определить, что этот человек идолопоклонник. Потом надо помочь и предложить ему очиститься. И объяснить какие-то первые вещи про Бога. Самые простые вещи, что есть Творец, который управляет этим миром. Да, чтобы человек задумался над своей жизнью. Чтобы он мог очиститься. И чтобы у него хотя бы зародилась идея что-то поменять в своей жизни. Чтобы какие-то сомнения в его правильности, его предыдущего поведения зародились. Вот. И, кстати, вот с водой очень много связано. Сказано, что наши праотцы, они все рыли колодцы. Мы знали, что Авраам копал колодцы. Мы знали, что Ицхак выкапывал колодцы. Мы знаем, что очень множество вещей проходило около колодцев. Ривка пришла к колодцу и встретилась там с Элиезером. Маше встретил свою будущую жену у колодца. Многие вещи проходили у колодца. Потому что колодец это символ Торы, который очищает. Символ Торы, который очищает. Вот. И поэтому это как раз то, чем занимался наш праотец Авраам. Вот. И также мы видим, что был третий уровень Торы. Это хлеб. Это хлеб, который, говорят, укрепляет сердце и трапеза. И мы видим, что он кормил людей. Вот. И выглядело это примерно так. Это были путники. Авраам специально выбирал место сознательно там, где вот этот шатер, например, стоял. Там, где недалеко был с доми Гамора. И это как раз место, где люди шли в эти людные места. Вот. И уже они были изрядно уставшие, изрядно голодные. И сказано, что Авраам выбегал им навстречу и сам приглашал их в свой дом. И мы видим здесь особенность служения Авраама. Что он не ждал, когда просто придут к нему. А сам проявлял инициативу. Приглашал к себе домой. Садил под дерево. Давал очиститься водой. И потом приглашал есть хлеб. Вот. И рассказывают нам Медраши, как это происходило. Он угощал людей. Предлагал им хлеб, воду. А на самом деле угощал их очень хорошей пищей. Давал им мясо. Давал им масло, молоко. Там описано. Это была очень хорошая, шикарная трапеза. И потом, когда они говорили, что мы тебе должны, добрый человек. Он говорит, вы мне ничего не должны. Давайте поблагодарим Бога, который создал все эти колоссия, который дал нам этот хлеб, который дал нам эти продукты. И который хочет, чтобы мы помогали, выручали друг другу. И таким образом Авраам начинал рассказывать людям о монотеизме. И объясняют нам наши мудрецы, что он приобретал таким образом очень много учеников и даже последователей. Потому что какие-то люди просто уходили задумавшись, поблагодарив Бога. И потом где-то уже через сколько-то лет, какие-то обстоятельства, они вспоминали то, что рассказывал им этот добрый человек. Но некоторые люди прямо здесь, они понимали, что есть Бог, им становилось интересно. И они становились последователем Авраама и начинали изучать Тору. И что такое хлеб? Хлеб, написано, укрепляет сердце. И вот бывает человек задумается, бывает человек может попросить прощения у Всевышнего и пытаться очиститься. Ну, осознать, что он что-то делал в своей жизни неправильно. Но на самом деле это же только первый путь. Это только первый путь, потому что на самом деле человек должен укреплять свое сердце, изучать Тору постоянно. То есть Тора должна стать для него пищей. Тора должна стать для него пищей. И только такой человек, он сможет принести какое-то влияние. Я хочу вот немножко пример рассказать. Вот мы сейчас буквально несколько дней были с нашей молодежью, молодежь Шатра Авраама. И мы выезжали в лес, на природу. И там были разные мастер-классы, уроки, тренинги. И у нас есть такое пособие, которое называется «70 ликов Торы». Автором его является Равин Шая Гисер. Вот, это очень интересная такая книга. Там 54 главы на целый год. Еженедельные, все еженедельные главы там находятся. И на каждую главу дается несколько комментариев. 5-6 человек разных людей, которые жили в разные эпохи. Какие-то люди были законноучители, какие-то люди были мистики, какие-то люди были историки, какие-то люди были, короче, люди абсолютно разных наклонностей. Вот, давали свои комментарии на какой-то один маленький стих из Торы. И это абсолютно разные взгляды. Они очень часто противоположные, совершенно с разного боку. Но когда вот так вот человек изучает Тору, он понимает, как на самом деле все работает. Потому что в мире нельзя на все сказать, да или нет. А надо во всем разобраться. Всегда есть какой-то взгляд. И вот есть, например, абсолютно разные комментарии. Вот, например, о взаимоотношениях народов мира и еврейского народа. Например, в какие-то века комментатор Торы Рамбан, он давал жесткие такие рамки ограничения отношения народа мира и еврейский народ. А, например, Рамбан писал более лояльно и хорошо отзывался о народах мира. И как бы, если почитать, кажется, что это противоречие. Но когда глубже посмотришь, оказывается, Рамбан жил во времена гонений. Когда народы мира истребляли еврейский народ. И поэтому он высказывал свою точку зрения. Когда посмотрим там, где был Рамбан, он был врачом и имел очень много, лечил людей. Он описывал другую точку зрения. И вот этот вот 70 ликов, вот эта вот книга, она заставляет людей подумать, разобраться, глубоко вникнуть во все эти вопросы. И так на каждую еженедельную главу. Вот. И я был просто потрясен, потому что у нас были люди, которые уже 3-4 года с нами учат Тору. И были люди, которые буквально, вот они, ну буквально месяц-два пришли в Шатер Аврама. И мы все вместе выехали, и все вместе вот так разбились на группы, все взяли книги. И мы вот так вот работали с комментариями. Я был просто потрясен, когда люди сидели 4 часа или около 4 часов. И шли дебаты, люди вникали. Людям было интересно. И это же молодежь. Я просто понял, что на самом деле ничего не потеряно. Вот. Раз есть такая молодежь, которая хочет изучать Тору, хочет сидеть несколько часов, не просто заниматься какими-то танцами или удовольствиями, а учить смыслы, глубоко вникать, то все, значит, на земле будет нормально. Все будет нормально. Тора будет распространяться. И я когда увидел, как все это происходит, мне так стало просто интересно. И я вышел ребятам в конце и как бы подвел итог. Я говорю, ребята, смотрите, мы назвали нашу организацию Шатер Аврама. И мы как раз сейчас изучаем вот все, что связано с Аврамом, как он начал, как он был против того, чем занимались, ну, то поколение, в котором он жив. Мы немножко разобрались, какие сегодня есть наклонности в разных странах, однополые браки, там другие какие-то моменты. Ребята сами говорили то, что им не нравится. И мы его так вот разбирались. И я потом им говорю, смотрите, мы же, в принципе, почему назвали Шатер Аврама? Потому что мы очень понимаем, чем занимался Аврам. Он один пошел против течения. Как говорят наши мудрецы. Он взял реку, которая идет с небес. И он начал распространять источники этой реки. И потом я им рассказал одно место из Писания, вот как еврейский народ шел по пустыне. За заслуги людей были какие-то благословения Всевышнего. За заслуги Маше Ман падал с неба. За заслуги Аарона облако охраняло еврейский народ. За заслуги Мирьям с ними ходил волшебный колодец. Что значит ходил волшебный колодец? Представьте, только 3 миллиона человек идут по пустыне. И где бы они не останавливались. Рядом возникала чудесная скала, из которой шла вода. Но мало кто задумается. Представьте, 3 миллиона человек и где-то стоит одна скала, из которой идет вода. Чем бы занимался такой народ? Народ бы с раннего утра. 3 миллиона человек. Это огромная территория. Это с раннего утра люди бы приходили к этой скале, набирали бы воду, несли бы обратно в другой конец города. Это же невыносимо. Задается вопрос, как все получалось. А нам наши мудрецы объясняют, это прямо в Торе написано, что приходили, когда остановились на новое место. И возникала эта скала. Приходили князья с каждого колена, брали свои посохи. И они прочерчивали вот так вот по песку, прочерчивали линию, каждый прямо в свое колено. Другими словами, они прокладывали такой чудесный водопровод, по которому вода приходила прямо в каждое колено. И поэтому в каждом колене образовывался источник воды, какой-то колодец, и люди пили все прямо там. И я ребятам рассказал, говорю, посмотрите, вот если бы не эти князья, как народу было бы плохо? Люди бы ощущали все трудности пустыни. Ну потому что были люди, которые умели взять эту воду из общего источника и привезти ее в то место, где они жили. Потому что они были князья, значит они взяли ответственность за тех людей, с которыми они были. И благодаря этому у всего народа была вода, и они не ощущали тяжести вот этой вот пустыни. И я ребятам привел пример, что мы как шатер Авраама, и что те, кто уже с нами, те, кто к нам присоединились. Я говорю, давайте возьмем вот эти вот 70 ликов, вот это вот глубокое изучение священных писаний, комментарий, вот эти вот все эти тонкости, чтобы не просто поверхностно понимать Тору, а чтобы глубоко, чтобы в этом углубляться, и чтобы и вы можете так же само взять и каждый прочертить дорогу к своим друзьям, к своим знакомым, к тем людям, с которыми лично вы общаетесь. Потому что там, где вы общаетесь, там эти смыслы, там вот эту живую воду, кроме вас никто не сделает. Вот, и мы все дружно согласились и приняли решение систематически изучать, больше учиться. И люди загорели желанием, что придет время, и они начнут сами распространять эти смыслы. Вот, и я верю, что с Божьей помощью оно так у нас и получится. Вот, и все, кто нас слышит, я хочу, чтобы мы поняли эту идею. Мы не просто слушаем Тору, мы не просто изучаем Авраама, жизнь Авраама для интереса, а мы изучаем именно потому, что он стал отец множества народа, и он первый человек, который стал евреем, и он также первый человек, который стал распространять монотеизм по всему лицу земли. И вчерашний идолопоклонник так служил Всевышнему, что люди окрестных народов говорили, это князь Божий, потому что он повлиял на многих. Будьте здоровы! Будьте здоровы!